Ну, заключительная игра этого очень сложного чемпионата и заключительная игра со сверхмотивированным соперником для Томска. Это был матч такой решающий. Для нас же мы хотели посредством этой игры подготовиться к стыкам. Поэтому получилась такая игра, очень интересная, я считаю, с обилием моментов, в которые мы очень сильно хотели победить. Ну, результат 1-1, поэтому двигаемся дальше. Такой комментарий. Насколько во втором тайме изменилась тактика вашей игры? Впечатление было, что в первом вы больше играли на атаку, а в втором отошли и играли вторым номером? Да нет, мы всегда хотим атаковать больше, контролировать мяч больше, поэтому там были изменения в середине второго тайма с расстановкой. Мы играли в три центральных первые таймы, потом поменяли немножко схему. И все равно у нас во втором тайме были предпосылки для хороших атак, были моменты. Поэтому, то есть, единственное, что, конечно, с реализацией немножко не удалось, скажем так. А так, в общем-то, никаких таких претензий нет к ребятам, поэтому готовимся и идем дальше. Вас уже можно поздравить, что вы тут премьер-лиги официально? Ну, вы знаете, мы как бы вообще об этом не говорили, и от нас здесь ничего не зависело. Мы выполняли свою работу, и все вместе шли к этой цели, поэтому ждали только новостей и готовились к стыковым играм. Поэтому ничего даже не могу сказать по этому поводу, мы еще пока ничего официально не знаем. Поэтому, если так, то, конечно, это очень здорово. Ну, я много говорить именно об игре не хочу, о том, как она развивалась и так далее. Мы сегодня играли лучше. Да, может быть, потеря концентрации в нескольких моментах привела к пропущенному голу и в первом тайме к созданному моменту соперника. Но, я думаю, самый основной показатель – это когда за 10 минут до конца матча команда соперника стала тянуть время. Я думаю, что это отражает ход встречи и отражает распределение сил в сегодняшнем матче. Ясно. Большинство СМИ задают вопрос, который волнует томских болельщиков, я думаю, всех. Останется ли Александр Киржаков на следующий сезон? Я принял решение еще после игры с Енисеем. Я объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год. Причины я говорить не буду. Я о них сказал руководству клуба. Это останется между нами. Я лишь хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности. Я, наверное, сейчас буду очень много говорить. Потому что первое – это хочется сказать огромное спасибо болельщикам. Потому что именно болельщики, поведение болельщиков, их поведение на трибунах, их поддержка в последних матчах – это самая лучшая оценка для нас, для нашей работы. Потому что то, что их стало больше, то, что, как они горячо стали поддерживать, ребята это чувствовали. И я им за это огромное спасибо говорю. Я чувствовал поддержку в городе всегда, когда встречал… Ну, не всегда, а, наверное, начиная с весны. Я слышал слова благодарности. Они были всегда взаимны, потому что я благодарен болельщикам за то, что они так тепло отнеслись ко мне здесь. Хочется сказать огромное спасибо Сергею Анатольевичу Жвачкину за то, что доверил мне принять команду. Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе во взрослом. Я считаю, что можно, наверное, брать начало и полностью оценить себя больше, наверное, после сборов. Потому что, когда ты полноценно проводишь сборы, когда ты понимаешь, не головой бросаешься в ситуацию, когда команда, к сожалению, находилась на последнем месте. И очень мало кто верил тогда и по окончанию зимней первой части чемпионата, что мы сможем до конца бороться. Но я благодарен ребятам. Самое главное, я благодарен ребятам. Потому что я сейчас им сказал это в раздевалке. Я почувствовал, что такое настоящая команда. Настоящая команда. У меня было время сравнить до, на два отрезка поделилась, и после. После сборов это была настоящая команда, когда все ребята, никого не обижая, пусть никто не обижается на меня. Но после сборов я почувствовал, что такое настоящий коллектив. Что такое коллектив единомышленников, которые всегда будут отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата. Я за это очень сильно и благодарен. У нас замечательная команда была. И я считаю, что мы сделали практически все, что могли. И то, что в весенней части чемпионата мы спустя 16 игр, если брать отрезок именно 16 игр, где-то находимся в восьмерке примерно, это и отображает настоящую силу этой команды. Так получилось, что нам чуть-чуть не хватило. Нам не хватило чуть-чуть. Не будем забегать, не будем отматывать все назад. Мы понимаем, где нам чего не хватило. Это все сослагательно. И, к сожалению, нам не хватило лишь немножко. Но мы сейчас сделали так, что находимся в режиме ожидания. Первый в этой очереди. И я надеюсь и уверен, что футбол благодарит тех, кто на самом деле отдает себя полностью, делает все возможное для достижения результата. Команда ТОМ весной отдала себя полностью, сделала все для того, чтобы остаться в ФНЛ. И я считаю, что на 100% команда ТОМ заслуживает здесь быть. И этот город заслуживает, и болельщики заслуживают, чтобы здесь была команда как минимум в футбольной национальной лиге. Да, это, наверное, не слишком спортивный принцип. Но по-спортивному, именно начиная с зимы, мы 100% заслуживаем это. Поэтому я еще раз подытожить, если я хочу сказать огромное спасибо всем за то, что здесь я почувствовал, что такое настоящий профессиональный футбол. Я почувствовал, что такое любовь болельщиков ко мне как к тренеру. И за самоотдачу ребят, которые приняли и поняли то, что мы от них просим. И старались это все воплотить в жизнь. И я думаю, что у нас получилось. К сожалению, футбол состоит не только из одного отрезка. Сезон состоит не только из весеннего отрезка, а, к сожалению, из двух отрезков. В первом отрезке мы были действительно отвратительны. Спасибо вам большое.